здравствуйте уважаемые зрители канала тактик медиа мы продолжаем нас цикл передач о русско японской войне в прошлый раз напомню рассказывалось о быте русские и японских солдат о тыловом снабжении одним словом все то что заполняет оперативную паузу которая возникла после лавлянского сражения но события неуклонно катились дальше и сегодня мы поговорим с федором викторовичем лисицына начнем как я понимаю подход к мукдену начнем подход к мукдену дело в том что вообще если честно всю мукденскую всю эту кампанию с октября 1904 по февраль 1905 года надо рассматривать как единая мукденская кампания единая если не сражение ни в коем случае хотя это факт сути дела то единая фронтовая операция русских и японских войск вообще да у нас в отечественной историографии называют мукденская операция мукденская операция исключительно и это абсолютно правильный подход потому что растаскивать его на отдельные сражения можно и нужно там менялась структура менялись командование менялись цели и задачи но это все происходило в рамках единой стратегической цели единого театра в общем то ну говорим же мы допустим московская операция там или берлинская операция для американцев характерный пример это боевые действия круглого канала там куча всего разного сталенградская битва мукден он и оказался вот этим ключевым объектом всей кампании в манчжурии если порт артур был главной целью для японцев русско-японской войны то мукден был гарантией безопасности любых от любых ползновений русской армии на порт артур мукден это для японцев это обеспечение завоевания порт артура надолго они даже как бы получали больше чем хотели по предвоенным своим планам но пока у русских мукден в руках японцы не считали безопасность порт артура обеспечена от удара с суши второе в русско-японской войне все-таки таи участника пассивный участник страдательной депричасти это китай мукден для правящей в китае тогда манчжурской династии никто не знал что осталась от нее только одна старая бабушка императрица циси и император пу и будущий любом случае когда династия все еще есть а мукден для манчжуров это город императорских могил город где похоронены достославные предки так сказать всей правящей династии город где стремятся быть похоронены манчжурские чиновники где храмы духов предков где ведется соответствующее богослужение они велись и в ходе русско-японской войны к китайцам старались в этом не мешать ни наши не японцы чтобы их не раздражать мог дэн это ну такой вот центр манчжурского китая то есть кто владеет тот владеет манчжурский психологически тот владеет во первых манчжурией и мукден это железнодорожный узел узел худо-бедно судоходных хотя и временно пока есть высокая вода рек это транспортный узел это сердце манчжурии это даже не шверт пункт это ключевой пункт кто владеет мукденом тот и владеет манчжурии без вопросов в понимании китайцев более того собственное кто владеет мукденом как тогда казалось все-таки в надежде колониального давления на китай тот и командует китайцами о том что в китае в 1911 году случится эволюция и центр давления переместиться из мукдена в пекин ну тогда еще никто не подозревал для русской армии мукден это тот центр сосредоточения где не вышел солярян выйдет с мукденом мы опять как считал куропаткин настроим мощных оборонительных позиций мы засядем построим полевые форты вокруг займем господствующие высоты там достаточно подходящий альф местности не слишком горы не слишком степь там вроде с одной стороны горы от железной дороги с другой стороны так хороший такой эльф не экстремальный то есть и сами можно наступать и обороняться и в общем-то рельеф удобный для обороны существуют позиции которые вынужден преодолевать противник он не может их обойти в общем наверняка куропаткин читал клаузица и знает что там оборона сильный да проблема в том что обороняться то куропаткину и не дали первое событие вот всей этой грандиозной мукденской операции это бой на реке сражение на реке шахе или бой на реке шахе или шахейское сражение вообще это по времени получается 5 17 октября новый стиль вообще с точки зрения так стратегических действий для манчжурской компании выделяют три стратегически значимых сражения каждый из которых имела огромные стратегические последствия это ля ян это шахе и это соответственно сам мурден собственно на всякий случай поясню нашим зрителям что стратегическое влияющие на да потому что все остальные бои влияли на положение войск давали те или иные преимущества моральные или материальные но не опрокидывали войну дело в том что хотя мы упрекаем часто историки упрекают николая второго в излишней мягкотелости и так далее время от времени у царя батюшки лопалось терпение лопнуло оно и в конце оперативной паузы вот этого месяца спокойного сиденья когда японцы укрепляли лио янский базис в ожидании неминуемой русской контратаки японцы подтягивали свое снабжение медленно постепенно его улучшая лопнуло терпение а когда же манчжурская армия будет помогать порт артуру осажденному порт артуру конец начала то есть середина сентября конец сентября 1904 года это период крайне кризисной ситуации как мы рассказывали в порт артуре и смотрите наши предыдущие ролики на тему да и единственный способ было решительное наступление на японские войска с целью во первых помочь оттянуть было предположение что если японцев сильно стукнуть то они снимут войска от порт артура логично да ну а если как говорится бог победу падает то глядишь и деблокировать порт артур или хотя бы нависнуть над японской армии ноги штурмущие как говорится разгромить под лицо ноги да 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 а для этого надо продавить маршала ивау аяму вот этого самого японского мультки к этому времени проблемы русской армейской разведки анализа данных практически были разрешены у нас уже было абсолютно твердое понимание рациональное понимание что сил у куропаткина немножечко но больше сейчас мы понимаем 200 тысяч примерно человек в манчжурской армии в к середине сентября на 15 сентября нового стиля сейчас данные что у аямы 170 тысяч тогда считали что 150 все в пределах ошибок что считать войсками и так далее при этом японская армия постепенно насыщается артиллерии то есть последний преимущество русской армии количество и качество артиллерийских систем плавно переходит к японцам уже по орудиям 758 орудий 32 пулемета в манчжурской армии как мы сейчас знаем 648 орудий 18 пулеметов у японцев раянское соотношение больше не повторится так сказать если опоздать с контрударом если еще подождать японцы усилится в техническом не в численности войск но в техническом отношении точно усилится поэтому бить надо сейчас шахейский бой произошел по прямому требованию николая второго у мягкого царя треснуло терпение в общем это было по сути дела высочайшая рекомендация сделайте хоть что-нибудь товарищ куропаткин и куропаткин который в общем то тоже понимал что я не могу сказать и никто не может сказать что он был против попытки хотя бы наступления несмотря на все предыдущие неудачи соответственно необходимо ударить по японцам хотя бы так чтобы они начали переброску войск от порт-артура задача шахейского сражения минимум заставить японцев снять часть сил с порт-артура задача максимум ну разгромить если будет возможность план клещи то есть опять же хитрый план как всегда клещи восточный и западный отряд восточный отряд генерала штекельберга три сибирских корпуса отряд подвижных генерала и нэн кампо достаточно хорошего весьма хорошего клещского командира и в общем то способно увести общевойсковой бой вот охватить значит оттеснить японцев ударом с фронта и попытаться по возможности охватить правый фланг бен сиху в это же время западный отряд генерала бильдер линга ну хорошая русская фамилия на много немецких фамилий тогда уже начали первое возмущение что-то многовато немцев русско-японской войне это удар по железной дороге вдоль железной дороги ли аян мурден соответственно и он вспомогательный при этом соответственно пять корпусов два действуют в боевых отрядах еще один корпус выделяется для прикрытия флангов и один корпус резерв в районе мурдена впервые куропаткин выделяет достаточно много сил всего одна шестая выделенного резерв вот преодолена вот эта проблема отряда мании русская армия действительно начинает лучше воевать проблема в том что японская армия тоже начала лучше воевать боевые опыты боевые опыты войска вкинулись в войну войска научились двигаться войска научились командовать командиры рот командует ротами командиры полков уже достаточно эффективно командует полками я понимаю что все это озвучено истинно но так или иначе японцы не ожидали удара соответственно долгое время им казалось что после лирианского сражения а куропаткин будет копить сил решающее превосходство он не будет бить не захочет дать большое грандиозное сражение поэтому для японцев наступление оказалось неожиданным стратегическая так сказать вот неожиданность русская армия выиграла полностью 22 сентября 5 октября значит по новому стилю русские войска перешли наступление и первый день наступление развивалась крайне успешно западный отряд штекельберг и рененкамп наступали хорошо выполнили все задачи дня продвинулись достигли шахе соответственно западный отряд бердерлинга соответственно подошел к передовым позициям начал японцев теснить выполнять демонстративные действия да и так скажу что в народной среде у русских солдат это наступление было названо бараньим иносказательно от баронь им потому что в руководящем составе как было сказано много было немцев в истории было пять баронов начальник западного отряда как раз барон бильдерлинг его начальник штаба барон тизенгаузен начальник восточного отряда барон штекельберг его начальник штаба барон бринзен и старший в общем резерве командир первого армейского корпуса барон миендорф и вот народная молва назвала это баронь им и сразу переделали в баранье да вот так вот как бы баронов хватало первое время бароны успешно давили планы первого дня были выполнены полностью отвлекающий удар бильдерлинга сыграл свою роль до 27 сентября но с 22 первые пять дней были полностью победоносны для русской армии казалось что все очень хорошо понятно что а яма у которого сорвались стратегические планы который действительно пропустил первый удар японцы как боксер поймал гроги но не упал в нокаут нанес встречный удар собрав в куски так сказать две армии вторую четвертую все что смогли они решили воспользоваться ожидаемой несинхронизации действия двух русских отрядов между которыми так сказать слабый центр классические канны охвата вооружения да 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 канны бы прошли если бы противник бы им не помешал в данном случае да если был проворонил бы а не да да 2 2 4 армии ударили по позициям соответственно войск западного отряда 7 и 10 армейского корпуса то есть классическое трехкратное преимущество две армии против двух армейских корпусов и на какой-то момент опять колебалась японское наступление завязала в западном отряде если бы в этот момент восточный отряд продолжил бы свои действия второго кулака ударить у а ямы не было то есть остановить контрударом он был не смог не смог да японцы ударили по позициям западного отряда по бильдерингу японцы ударили по позициям западного отряда обеспечивающий отвлекающий удар и даже у куропаткина и у бильдеринга не были это плохими полководцами были резервы два армейских корпуса третий два дня западный отряд держал японский натиск если бы восточный отряд продолжал свое наступление японцы падка попали бы в тяжелейшую ситуацию у них нет войск блокировать удар основной удар западного ты восточного отряда если бы вот это слово она так и звучит к сожалению восточный отряд завяз в боях с японцами не сильно форсируя наступление потом это повторится в восточно-прусской операции хотя многие анализы показывают что генерал рейнг кампф мог бы помочь армии самсонова как и тут генерал рейнг кампф хотя бы с подвижными кавалерийскими частями мог бы помочь западному отряду шахе ну нельзя отметать такое но затянувшись в частные бои мелкие частные бои по линии фронта момент был упущен два дня продержался атакованный западный отряд дальше началось отступление за шахе начал на функцию пошли сами контрнаступление получается получается да под нажимом да да под нашим этого в результате не сами конечно под нажимом японцев в результате восточный отряд на который не было вообще никакого нажима начал отступать через сутки значит 13 октября по новому стиле 30 сентября восточный отряд то есть одна клещня русского наступления получила контрудар вторая отступила вслед за ней это повторится восточно-прусскую операцию и на то были объективные причины и на шахе тоже есть объективная причина слабая связь координации между подростками скорость реакции штабов скорость реакции вполне дельных генералов ранение рейнг кампфа в ненужный момент как обычно нарушение связи между колоннами нехватка карт непонимание иногда каких-то целей информации привели к тому что фактически получился встречный бой одной из половинок русских клещ с японским контрударом а дальше позиционное наползание и позиционное отползание сражение под шахе было очень кровопролитно чудовищно по понятиям тех лет 60 тысяч потей русский 40 тысяч это считаю убитых раненых японцев до 20 тысяч но это именно по пониманию того что формально фактически дралась только часть сил с обоих сторон фактически дрались три русских корпуса и части двух японских армий я думаю что тут сыграл насыщение артиллерии то есть огромное насыщение артиллерии огромные соответственно пулеметы но винтовочный огонь большая плотность до 60 километров до магазинной винтовки большая плотность огня итоги следующие 5084 убитых официально в русской армии 4000 убитых у японцев и впервые появляется та нехорошая черта которая дальше будет все больше и больше в русских потерях пропали без вести не попали в плен а именно пропали без вести включая погибших на поле боя и непохороненных брошенных и включая дезертиров так куда им деваться то в китае рано или поздно поймают но в этот момент они отсиделись массовое ну хотя бы пока на сотни человек дезертирства русской армии русско-японскую войну началось на шахе политико моральное состояние войск упала 14 суточная операция привела к тому что войска уперлись в позиционный фронт зайдя за шахе реку взяв станцию шахе сдав станцию шахе железнодорожная несколько раз переходила из рук в руки войска отползли друг от друга и начали закапываться вход пошли саперные лопаты и саперные лопатки шестидесяти километровый позиционный фронт траншеи колючая и обычная проволока телеграф землянки на самом деле фланги да открыты а фланги оставались открыты вот такая вот ситуация получилась микро первая мировая война ну да такая можно сказать диарама первой мировой войны ограничена в рамках нескольких корпусов для японцев это было большое достижение опять император мэдзи второй раз обратился с нацией и он сказал абсолютно точную вещь это было отражение попытки русских спасти порт артур ну как говорится я вас всех поздравляю после этого сражения стало ясно что какие-либо действия активно проблематично проблематично в результате русская армия засела в оппозиционный фронт а яма который полностью был доволен этой ситуации тоже не принимал но вместо оперативной паузы началась малая война вот той паузы которая случилась после и она после шахе не случились начались поиски то есть поездки разведок попытки выйти в неправительский тыл маленькими сначала кавалерийскими отрядиками и так далее и так далее начались перестрелки на аванпостах то японцы подкрадутся обстреляют какую-нибудь русскую колонну идущую с дальней дистанции из винтовок залпом огнем там с полутора километров любимых не то казаки переколят пиками несколько японских бозников малая война рейдовая война непрерывное прощупывание противника внезапные арт налеты внезапные арт обстрелы весь этот бой за на западном фронте без перемен сейчас посчитали что каждый день такого состояния в среднем обходился и русской японской армии в трех убитых солдат ну как когда каждый день это помаленьку так капает 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 причем выматывает и те и другие армии выматывает тратится патроны тратятся ресурсы стояние соответственно на реке шахе юг от мудена 60 километров юг от мудена по фронте 60 километров и расстояние до мудена ну не 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 60 там строго от 8 до 60 потому что у нас карта же и это стояние продержалась с мелкими набегами до падения порта артура единственный так сказать ну можно рассказывать про мелкие боевые операции просто вспомним набег или кавалийский наполз генерала мищенко 30 декабря 12 января значит соответственно вот уже в россии простите случился 9 января кого воскресенье вот набег на энкоу поступили сведения разведки что в энкоу находится боеприпасов и военного снаряжения на 20 миллионов рублей японцы считают что там было примерно на 4 миллиона ну вот от двух до четырех но в общем то достаточно много при этом стратегически важно там боеприпасы и фураж цель отличная выделяется лучший кавалийский командир генерал мищенко павел иванович отряд значит из всех трех армии выделяется соответственно шестьдесят девять сотен эскадронов четыре конно-охотничьей команды 22 орудия примерно пополам новые трех дюймовки и старые значит трех фунтовки поршневые зато с хорошей гранатой и четыре вьючных пулемета собственно говоря вот часто писали что это первое применение ручных пулеметов системы мацена как раз набеги мещенко но нет это были вьючно разборные максимы все-таки удалось остановить не мацены но так или иначе ориентировочно охраняет инкуу японский толовый батальон в составе примерно тысячи человек отличная цель для набега ну вспомним гражданскую войну рейды и белой конницы шкурова и красной конницы буденного как бы это выглядело расстояние порядка ста тридцати ста сорока километров это открытые фланги видимо через них обошли это внезапный набег это бросок это чапай пувет через реку или наоборот первое конное врывается так сказать предместья львова вот все порыв и так далее нет на деле с обозами зимой по снегу крайне медленно со средним передвижением порядка двадцати тридцати километров в сутки на полз на полз мищенко так и называется значит движется японцы первые два дня полностью прошляпили к сожалению этот на полз для себя то есть стратегическая внезапность была достигнута спасла японцев как пишут все источники система китайского шпионажа китайцы сочувствующие японцам сообщили причем сообщили потрясающим образом цепочкой сигнальных огней то есть подавая хунхузы тайные сигналы то есть какой телеграф как бы получился да 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 телеграф беспроволочный телеграф оптический китайские хунхузы стоили русской армии тридцати человек в прямых боевых действиях погибших в ходе русско-японской войны именно вот от китайских этих партизан но стоили огромных потей и неудач за счет вот работы на японскую разведку и здесь китайцы японцам так сказать китайцы помогли полностью а Мищенко еще более так сказать усугубил свои проблемы по дороге было несколько налетов на японские конные арбы из китайских арб с огромными колесами обозы очень гордятся уничтожили более 600 арб захватили несколько десятков пленных как китайцев так и японцев подойдя к Энкоу в деревню Такукин 12 километров от Энкоу он остановил корпус на 4 часа и начал делить его и раздавать боевую задачу то есть ну нарушены все понятия набегов Денис Васильевич Давыдов со своей этой книгой как партизанить переворачивается в гробу дальше к японскому батальону подтягиваются всемыслимые и немыслимые подкрепления мимо шла маршалая рота ее всосали до сих пор спорят сколько же пулеметов было у японцев при обороне Энкоу один или два оба Гочкиса при этом один японский пулемет был установлен на арбу то есть тачанка практически да, тачанка нет, именно подвижной пулемет на телеге ведший огонь с телеги то есть именно такая прото-тачанка как она есть ну вообще, как говорится это с Англобургской войны пошло причем даже Англобургской войны 1890-х годов идея ставить пулемет на подвижную телегу вот, Махном не был первым и в результате когда, значит, Мищенко выделил штурмовую колонну полторы тысячи человек из семи с половиной тысячи человек которые у него были он для собственной атаки выделил полторы тысячи остальных оставил в резерв дальше пальчиком, так можно сказать, потыкать не, но он ожидал что подойдут прикрепления или еще что-то или не хотел чтобы втягивались в атаки на город и склады зная казаков что понятно, что загнать их на склад легко потом не вытащишь потом не вытащишь будут, так сказать пока добыча не это дуван не надуванят в общем у него были свои аризоны проблема что эти аризоны полностью сорвали всю операцию началось за здравие русская конная артиллерия обстреляла НКО и подожгла склад с кипами хлопка ну это как бы вы себе представляете как полыхнуло полыхнуло страшно в результате вся местность ночью была освещена это облегчило японцам оборону совершенно несказанно как они пишут но фактически осветило поле боя осветило поле боя в результате японский винтовочный и пулеметный огонь артиллерии японцев не было вообще привел к тому что колонна Мищенко потеряв порядка четырехсот человек убитыми и ранеными откатилась с большим уроном значит считается что только пулеметный огонь вот этих одного или двух пулеметов стоил более двухсот человек что называется на хорошей позиции с освещением на замаскированной позиции так что его не видно чтобы подавить артиллерии а дальше сообщение что из Дашичао идет Дашичао идет отряд пять батальонов японцев в результате два дня то есть ночь и день полтора дня ночь две ночи и один день провозившись вокруг Хренкова Мищенко был вынужден отступить более того в ходе отступления одна из казачьих колонн попала в японское окружение конная колонна попала в окружение японской пехоты к счастью значит поняв что ситуация все таки позволяет уйти на прорыв на лошадях два донских полка прорвали оборону японского батальона иначе получился бы моти а-ля советско-финская война то есть от такого позора ну они так в конном строю видимо ну да если в этом батальоне не было пулеметов он достаточно шел он был только пехота и то потеряв тридцать четыре человека японцы отдельно значит это вот с одной стороны конечно взято шестьдесят девять пленных якобы уничтожено шестьсот арт подожжены склады японцы правда пишут что кроме хлопка ничего интересного не сгорело фураж и боеприпасы остались целы но это понятно если бы обахнули боеприпасы это все бы заметили выяснилось несколько вещей первое в ходе операции были задействованы маленькие кавалерийские отряды которые должны были действовать против железнодорожного полотна железнодорога на инкову с пероксидинными шашками да в результате все это было почищено за несколько часов японцами выяснилось что никто не умеет подрывать аельсы дальше когда японцы выйдут на русские коммуникации уже после мукдена а такое тоже будет мы забираем вперед выяснится что и в японии та же самая проблема конный набег без наличия специалистов так сказать из отряда сидора пока по подрыву не способен нанести железной дороге никаких серьезных серьезных повреждений да идея конечно белорусских партизан подорвать лес отволочить его в сторону так сказать чтобы он загнулся вот это еще в голову не пришла опыта рельсы войны не было к счастью все таки японцы спеша перебрасывать эти самые какой-то из японских начальников сел на курьерский паровоз без поезда приказ дал гнать то есть резервы они перемещают пешком а начальник поехал смотреть так сказать лично на паровозе на скорости больше 100 км в час паровоз сойдя с рельсов нанес гораздо больше повреждения путям чем все подрывы сделаны от этого Мищенко русские войска не смогли испортить кавказская бригада железнодорожное полотно но это с блеском сделал уже сам японский так сказать там тактический командир да местный командир скорее всего тыловой конечно командир ну по легенде в набеге на инкову участвовал Семен Михайлович Буденный 26 казачий полк и Карл Густав Маннергейм небезызвестный но это как подтверждается не подтверждается в общем для обоих нет по по сложному списку то есть Буденный входил в состав полка но был он в той сотне которая выделена набег или нет кто будет учитывать рядового неизвестно да по легенде был добровольцем поэтому тоже нигде не проходил да но факт глобализация первым погибшим во время набега стал доброволец первого верхнеуньинского полка при атаке на водочный завод Сандакан в одной из деревень завод по производству ханжи китайской водки ханшина вот француз лейтенант бюртен доброволец русской армии ну вот такие извивы глобализации ну как Франция была союзником да все же некоторое количество французов испанский принц вот целый испанский принц воевал в русской армии кстати георгиевский георгиевское оружие по-моему георгиевский крест получил святой георгиев четвертой степени вот Хайме Бурбонский воевал в Манчжурии в Мурденском сражении кстати как раз отличился один из членов семьи Гринцоллернов участвовал в Мурденском сражении на стороне японской армии какой-то там по-моему третий или четвертый внук короля Фаидриха предшественника кайзера Вильяма первого так что в общем то европейская аистократия отметилась и в этих маневрах наполз Мищенко ну просто как один из двух русской армии превосходя японскую в кавалере и всем прочим единственное что смогла сделать это два довольно крупных кавалерийских набега второй набег Мищенко мы сейчас рассмотреть не будем он будет сильно после Мурденского сражения но имеет такие возможности так их в общем то практически не использовать дальше у нас сразу после набега Мищенко примерно параллельно в это же время происходит сражение по Иссандепу подступы к Мурдену соответственно правый фланг Гриппенберг опять как обычно три корпуса второй армии ну понятно вот на фронте около 40 километров дальше третья армия Каульбарса на этот раз четыре корпуса и армия первая армия Лениевича вот соответственно тоже четыре корпуса у Гриппенберга четвертый корпус добавили то есть русская армия уже да пардон сводострелковый корпус и это я пропустил соответственно двенадцать корпусов три армии хорошая позиция Сандепу последнее сражение где еще не подошли японцы после Порт-Артура когда по Порт-Артур армия ноги стала перебрасываться соответственно против да вот Диспозиция была следующая последний шанс Куропаткину приказ двадцатого декабря по новому стилю второго января генерал-адитан Куропаткин уже полный гонокомандующий так сказать полностью всеми правами наделенный никакого Алексеева меня все упрекали что я слишком много внимания уделял этой коллизии но без понимания этой коллизии сделаешь последний шанс перейти в наступление до прибития к японцам третьей армии генерала ноги причем цель не разбить японскую армию не окружить ее а просто оттеснуть ее оттеснить японскую армию за реку для более выгодной стратегической позиции непонятно почему нельзя было занять после Лиаяна эту более выгодную стратегическую позицию занять некоторое количество именно шверк пунктов стратегических пунктов и всем трем командирам армии дается общий приказ со свободой действий в рамках вот давайте тесните японцев на ваше благоусмотрение в кои-то веки Куропаткин попытался не писать распоряжение ротом так сказать на бой хватило его ненадолго дальше он начал переносить в момент начала наступления под предлогом неготовности и не сам Куропаткин в общем то виноват командир армии каждый начал рапортовать что конечно конечно сейчас оттесним японцев только пришли мне два амортирных дивизиона пожалуйста вот еще парочку полков еще кавалерии подкиньте и так далее ну как обычно перед наступлением что я рассказываю любая фронтовая операция второй мировой войны так и выглядит как немцы ну запросы да всегда перед наступлением на Францию в сороковом году каждый писал что дайте мне три панцир дивизии причем примерно в одних и тех же словах но при этом русская тактика то этого периода как я понимаю по крайней мере опять же левицкий мой источник сокровенного знания он как опять же можно упрекнуть что он обличает царский режим что наступали плотными массами стремились перейти перевести дело к штыковому удару что приписываемая якобы драгомирову фраза о том что ребяческая фраза про пулю дуру вынуждала идти плотными массами из-за этого несли большие потери это было не совсем так это был негативный фактор и потери действительно в наступлении были огромными проблема в том что это была часть вполне разумного как казалось плана вместо как оттеснить японцев фронтальный удар ну на фронте в 60 километров координация двенадцати корпусов это само по себе очень на узком участке где наносится удар да решили делать удары каждая из армий на своем участке наносит тот или иной удар при этом значит основной удар наносит армия Рейпенберга вторая армия которая охватывает того самого отважного командира вангарда отряда Киямы японский Мюрат который уже сводный отряд кавалерий и из армии ОКУ как раз еще как обычно как на грех главный удар наносят по одному из самых инициативных подвижных с опытом маневренной войны японских командиров совершенно случайно в данном случае совершенно случайно но так получилось что при этом японский командир сидит на укрепленных позициях до конца не разведанных потому что зима и все прочее дальше взяв эти позиции дальше остальные действуют в зависимости от действий противников и успехов третьей армии а последняя третья армия в зависимости от действий противников и успехов второй армии а первая армия действует это буквально я цитирую приказ Куропаткин в зависимости от действий противников и успехов второй и третьей армии то есть каждый из трех армейских командиров следит за успехами, и в случае успеха развивает успех. Вот по этому поводу Левицкий, конечно, выдает немыслимый яд, и он прав. При этом для удара по позиции отряда Акиямы численностью чуть больше, ну, в общем, усиленная дивизия, выделяются три русские дивизии. И, так сказать, пока они не возьмут фланг между реками Шахе и Хуньхе, вот треугольник, остальные ничего не делают. Остальные, значит, двигаются на соответствующие позиции после успеха или неуспеха этого удара. То есть, получается, в зависимости от успехов или неуспехов трех дивизий, опять цитирую Левицкого, решалось наступать или не наступать, остальным 22. Если бы этот план проводился, ну, в строгом соотношении операций, артиллерию бы сконцентрировали против позиции Акиямы, стащили бы все, что можно, включая уже к этому времени тяжелые 6-дюймовые орудия, так сказать, в русской армии достаточно много. Вот. Если бы, так сказать, в этот раз на фронте поддержали бы, то к этим трём ударным дивизиям было бы быстрое подбросо резерва или развитие успеха. Вот. Ведь на момент начала операции, в чём русская армия полностью превосходила японские позиции, на этом фронте, в 90 километров, располагалось 320 тысяч русских войск и 1078 орудий против 200 тысяч. Отличное превосходство. И 666 орудий. Это не шутка. Их было 666. Вот. У японцев. При этом в кое-то веке у японцев ишелонированное расположение, и часть войск находится в тылу резервной бригады, которые могут просто не успеть. То есть в кое-то веке генерал Оку подставился. Его полутора дивизионный отряд Акиямы не имеет быстрой поддержки от остальных дивизий. Шанс был. Мы не можем ругать русскую армию за то, что она нанесла удар, потому что стратегически удар наносился в максимально удобной оперативной обстановке. И для японцев начало сражения под Сандепу – это типичная солдатская битва, когда просчеты японского командования вытягивают вцепившиеся зубами роты и батальоны на точки удара. В общем, двойное откладывание начала операции привело к тому, что, конечно, выбрали самый морозный день. Ночь с 11 января, значит, с 24 по новому стилю, на 12 января 24-градусный доходил до 24 градусов. Это уго-го, на самом деле. Уго-го, мороз. Но это, понятно, на ветру. Да, то есть из измерения. Минус 7 по Иомюру. Ну, надо посчитать, сколько это будет в Цельсиях. Но это минус 10-15, где нет ветра, и, я говорю, 24, там, где померили на ветру. Очень плохо. Так или иначе, корпус Штекельберга опять, первый сибирский стрелковый, ну, форсировал по льду реку Хуньхэ, захватил несколько деревень и начал наступать на опорный пункт японцев, значит, занятый примерно полком. Фланг японской позиции, вот, отряда Акияма. Оку мгновенно примчался на позиции. Быстро туда же приезжает Аяма. Момент, когда японские, так сказать, командиры буквально, а-ля 41-й год в Советском Союзе, нехватку войск подкрепляют киданием генерала-лейтенанта и маршала в обороняющийся батальон, по сути дела. Ну, полк. То есть, ну, еще немного, и как товарищ Форошилов пошел бы с атакой, с револьвером или с этой катаной родовой. Ну, это такой как бы опокриф. Опокриф, да. Но, так или иначе, чуть-чуть, чуть-чуть, потеряв один опорный пункт, значит, Хайгутай, удержав второй, японцы удержались. У них было 12 часов до подхода 8-й пехотной резервной дивизии, из резерва. Вот, они продержались, и сибирский стрелковый корпус, столкнувшись с три дивизии, уже с обороной не одной, а двух дивизий, перешел к обороне. Успешно начатое наступление провалилось в первый же момент. Буквально на удержание солдат. Будь чуть-чуть менее снежная погода, будь чуть-чуть лучше, эффективнее стрельба артиллерии. Мы сейчас вот говорим о таких вещах, которые вот я очень не люблю, но все время приходится говорить, не когда бы в разы лучше, а когда чуть-чуть бы дожали. Будь у русских молчу, какие-то штурмовые части, выделенные для захвата опорных пунктов. Ну, да, этого было еще очень много лет. Слишком далеко, да. С переменным успехом идет наступление на саму Сан-Депу. Русская атака дневная отбита. Ночью два полка русской 14-й пехотной дивизии захватывают торжествующих японцев, радующихся и отбивших атаку. Наутро... То есть они захватывают их врасплох и... Да, как они считают, что захватили Сан-Депу, о чем мы доложили о захвате Сан-Депу, они доложили Курабаткину. А по факту... А по факту они захватили соседнюю деревню Байдзи, в которой тоже были японцы, но они-то решили, что они захватили ключевую деревню, сообщили, что захватили Сан-Депу, и всего-то расстояние между этим деревнями меньше полкилометра, всего-то. Но в результате и русские подкрепления, и артиллерийский обстрел, который надо переносить, пришелся, наоборот, по нашим... Так сказать, по тем позициям, где японцев нет. Хорошо, хоть наших нет. Отличная атака, ошибка в карте, 1122 человек убитыми и замерзшими. Левицкий просто вот написал. Вот это как раз и есть тот самый ночной атака, где штыковую без выстрела. И она действительно удалась. Но при этом удалась она не на тот пункт, который надо было атаковать. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Но это привело потом к каким-нибудь роковым ошибкам, когда люди идут? Нет, это не привело никаким роковым ошибкам. Дальше зато это в безобразном совершенно споре после войны, когда Куропаткин и генерал Грепенберг, командир 2-й армии, докладывали царю, каждый доложил о себе и лучше. И дальше была безобразная переписка между Куропаткиным и Грепенбергом, кто дурак, кому виноват. Проблема Сан-Депу, не имевшая никакого стратегического. Не взяли, в общем, не взяли и не взяли, сообщили, не сообщили, артиллерийский обстрел ударил мимо, ну, в общем, на войне не такое бывает, превратился просто вот в шверпункт. Мы почти победили, а этот дурак все сорвал. Причем впиши этот дурак, пиши Куропаткин или Грепенберг, это уже... Да, но тогда это называли ключом. То есть это перекочевало там, как опять же нам сообщают левицкие жамини, что вот ключевая... Сан-Депу ключевая позиция, да. Она не была ключевой позиции. Для японцев важны были укрепленные деревни. Сан-Депу не была даже укрепленной. В ней накапливались японские резервы, в ней стояли японские войска. Но самое главное, оборона японцев строилась не по ней. Но Куропаткин с каким-то немыслимым упорством считал, что Сан-Депу ключевая позиция. Более того, когда он понял, что Сан-Депу не взято, Куропаткин приказал остановить операцию. И так бы это... Да, не продолжать, да. Но, с другой стороны, наверняка эта причина была не единственная. То есть изменение соотношения сил, которое тоже делает бесперспективным дальнейшую долбежку в эту несчастную Сан-Депу. Да. Ну, во-первых, главный удар провалился. Японцы удержались. Второй удар, значит, второго корпуса провалился. Взяли не тот деревню. Вот. Продолжение операции в ее текущем масштабе невозможно. В этот момент Куропаткин отдает приказ остановить наступление. И, возможно, он был прав. Тогда бы обошлись малыми потерями и какими-то локальными успехами. Ну, был бы, по сути дела, стычка, в которой с обоих сторон две тысячи убитых и раненых. Ну, был бы такой частный бой. Проблема в том, что генерал Штекельберг решил продолжить операцию. У него же прекрасно наступается. Его корпус движется. Отряд Мищенко кавалерийский, значит, вернувшийся с рейда и отдохнувший вместе с сибирской дивизией захватывает японскую деревню Самалу. Тут уже чисто. И что захватили, то есть доложили. Что захватили. Главное, что им удалось опрокинуть японскую третью пехотную дивизию. И очень успешно начать движение. Потому что вот они гонят перед собой японцев в кое-то веки. Причем равными силами. Дивизия гонит дивизию. То есть, ну, вообще красота. В этот момент Ярнгросс решает провести операцию на окружение. Он решает обойти Сандепу снизу и устроить японцам Канны. Казалось бы, все хорошо. Второй ярусской армии. Куропаткин на следующий день, увидев эти успехи, снова прекратить операцию, начать операцию. Овладеть Сандепу второй армии во что бы то ни стало. Зачем и почему отдается этот приказ? Ну, тоже варианты были. Тут нельзя сказать, что он совершил что-то невозможное. Но войскам стоять, наступать, нет, наступать, нет, стоять. Это никогда не способствует. Да, не способствует. Тем более, противник усиливается, если он чувствует, что тут какая-то движуха. Задержка, по сути дела, на двое суток. Японские резервы в 12 часах хода. В результате начало русского наступления 15-28 января с артиллерийской подготовкой, хорошей по науке, с стремительной атакой первой линии, когда вот первая пехотная дивизия в первой линии, во второй линии идут следующие две дивизии. Японцы в японский тыл, все хорошо в этот момент наступления, отвлекающий удар Церпицкого. Ну, я сейчас даже могу сказать, что формально в этот момент русские почти выиграли сражение по СНДП. Японцы на их счастье, на их понимание не отвлеклись. Они, наверное, решили, что хотят русские взять СНДП, и плохо с ними, пусть берут. Это не Сталинград. Пусть бьется головой, а усиленные... Да, может быть, потеряем дивизию, которая, третья дивизия может попасть в окружение, а может быть, не потеряем. Они, не отвлекаясь на успешное русское наступление, собирают войска для контрудара в другой точке. И в результате контрудар по первому сибирскому корпусу, по Штекельбеку. Контрудар приводит к тому, что Куропаткин полностью растерялся. Вся система, так сказать... Получилось так, что, смотрите, в одном моменте, значит, японцы три четверти окружены почти в мешке, в другом моменте японцы нанесли контрудар во фланг русского корпуса, и есть шанс, что корпус будет разбит. То есть, сражение в двух флангах, каждым из них выигрывает один из... То есть, кто выиграет, тот и будет окружит, а кто проиграет, то того окружает. Это очень манёвренное, очень стремительное сражение, в котором кто первый отказался и начал отводить войска, тот и проиграл. Ну, стремительно, опять же, относительно, потому что, опять же, продвижение исчислялось километрами в сутки. То есть, это всё же пехота... Это пехота, это не танки, но пехота в кои-то веки, опять это, решает проблему именно ногами, переброска резервов, переходом это самое. А то, когда на 4 километра продвигается за день, то понятно, что противник может подбросить резервы, тем более, не все силы были задействованы. А тут и русские, и японские артилеи в кои-то веки начали отставать от пехоты. Ну, понятно, что тяжёлые артилеи. Ну, и результат получается, что решительного результата не достигнуто, а морально это неудача. А морально неудача страшна. Во-первых, ссора между командирами армии. Вот, Гайпенберг сложил себе должность командования и уехал в Петербург. А что, так можно? В ходе военных действий. Ну, видимо, на определённом уровне руководства можно. Причём вовремя ЦАЮ сделал доклад, что все кругом неправы, а я один прав. Ну, и он только Д'Артаньян. Вот, и он Д'Артаньян. Потери-то были примерно равны. Убитыми, ранеными, пропавшими без вести у русских порядка десяти, то есть у русских порядка одиннадцати тысяч человек, у японцев порядка девяти тысяч человек. С учётом... Но учитывая, что русские наступали, это не так было. Да. Класс войска показали. Японцы, впервые у них начался надрыв в том отношении, что у японцев происходит организованная сдача в плен. Пока несколько десятков солдат. Ну, это, конечно, непоказательно, то есть... Ну, да. Но, в общем-то, я бы сказал, что некоторые могут считать, если не брать отвод войск, это некоторый тактический успех русской армии. Вот, безусловно. Но при этом полное стратегическое поражение. И создало неблагоприятную психологическую картину перед, собственно, гидром Мурденской операции. Но об этом мы поговорим. В следующий раз. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. В следующий раз мы расскажем, собственно, о Мукдене как таковом, то есть о тех событиях, которые происходили в районе Мукдена в феврале и марте 1905 года. А пока прощаемся с вами. Всего доброго. До следующих встреч. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова